Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Станислав Ларионов. Я представляю Центр финансовых технологий и расскажу о решении ЦФТ по управлению сетью устройством обслуживания банка. Решение ЦФТ, на наш взгляд, соответствует целям и задачам банка по сохранению и увеличению количества клиентов, по повышению уровня их обслуживания, снижению сдержек и увеличению эффективности работы структурных подразделений банка. Поясню. Банки существуют в условиях конкуренции как между собой, так и с микрофинансовыми организациями в части выдачи кредитов, с небанковскими коммерческими структурами в части предоставления своей инфраструктуры для оплаты услуг. И в таких условиях банкам точно не обойтись только финансовыми продуктами. Также важна эффективная инфраструктура устройства обслуживания, куда можно вынести такие массовые продукты, простые продукты, такие как гашение кредитов, выдача кредитов, возможность работы клиентом со своим счетом, оплата услуг. При этом банки освобождают свои офисы для сложных и наиболее доходных продуктов. И также имеют возможность заменить более дорогостоящие в плане содержания офисы на устройства. Очевидно, что в такой модели работы к управляющему ПО для устройств должны предъявляться повышенные требования в части надежности, в части функционала, оперативности, обмена данными, безопасности. Давайте посмотрим на статистику. Статистика российская. При примерно одинаковом количестве устройств, даже у банков чуть больше, 250 тысяч против 220 у НКО, у НКО оборот в 6 раз превышает банковский. Ну, очевидно, кажется, что это банковское поле игры, но банки на нем проигрывают. И наверняка здесь что-то можно сделать. Анализ данных, которые предоставила PricewaterhouseCoopers, в среднем на устройство банка в России приходится порядка 600 операций, тогда как лучшие практики показывают, что такие возможности есть, увеличить за 3 тысячи, и это существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова